Скажи-ка, Шарик, Настя красивее, чем Соня? Мне кажется, да. Интересно, и чем же? Не важно чем, Шарику виднее. Шарик, а я хорошо сдам ОГЭ? Ответ без сомнений. Слушай, а мне нравится этот Шарик. Что бы ещё спросить? А у меня есть суперсила. Похоже, что да. Я так и думала. Неужели это правда? Тебе всё ещё снятся странные сны? Ты знаешь, в последнее время не снятся, и я так этому рада. А что же всё-таки произошло той ночью? Это был сон во сне. Сначала мне приснился чемодан, кулон и амалия. Она сказала, что услышит голоса. А потом мне приснилась эта жуткая рука. Она схватила меня за ногу. А потом я проснулась. Но я не уверена, что это был сон. Смотри. У меня на ноге синяки. Ого. А почему амалия? Как она может быть связана с кулоном? А помнишь, ты мне рассказывала про ту? Альтернативную реальность. Когда ты стала амалией? Да. Ведь в той реальности амалия осталась в живых, а у тебя пропали все магические артефакты. Да. И что это может означать? Значит, у тебя не было никакой суперсилы. И Киры тоже. Да, это всё как-то связано. История моего рождения. Кулон с лазуритом. И Кира. И амалия. Я пока ничего не могу понять. А на что нам магический шар? Что ты имеешь в виду? А то, что мы можем всё узнать, задавая вопросы. И так доберёмся до истины. Это всего лишь игрушка. Скажи, кошар, связана ли Кира с амалией? Духи говорят да. Видишь, духов не обманешь. Настя, это просто случайные ответы. В мире нет ничего случайного. Ну хорошо, я это докажу. Дай-ка мне его сюда. Скажи, кошар, Настя человек? Ответ да. А я человек? Мне кажется, да. Ну, и что не так? Сейчас. Он просто часто отвечает да. Скажи-ка, шар, сейчас зима? Не похоже. Шар, мои обои голубые? Мне кажется, да. М-м-м, ладно. А на моих обоих есть цветочки? Без сомнений. Ну и что ты мне сейчас доказала? Он всё правильно ответил. Это всего лишь совпадение. Если задавать ему много очевидных вопросов, он рано или поздно ошибётся. А мне кажется, не стоит злить этот шарик, а просто попытаться выяснить правду. Дай-ка его мне. Скажи-ка, шарик, связана ли Амалия с кулоном? Без сомнений. Ты плохо потрясла. Тот же ответ. Я нормально потрясла. Амалия, Кира и кулон как-то связаны. А ещё это ужасная рука. Я не думаю, что ты выяснишь правду у игрушечного шара. Это не древний артефакт. Я его нигде не нашла. А купила на рынке на море. Там этих шаров была целая корзина. Соня, после всех твоих приключений странно в это не верить. Скажи мне, шарик, лежат ли на синем кулоне с лазуритом какие-то чары? Духи говорят да. Вот видишь, я думаю, мы можем всё узнать. Хорошо, давай я спрошу. Скажи-ка, шарик. Нападёт ли на меня сегодня ночью бешеный кролик-убийца? Похоже, что да. Ну вот и доказательства. Ладно, возможно, он ошибся. Но это из-за того, что ты задолбала его своими глупыми вопросами. Если бы ты их не задавала, он, возможно, бы не ошибался. Нет, Настя, потому что это просто обычный шар, а не магический. Ладно, ладно. Но если на тебя сегодня нападёт бешеный кролик-убийца, то я не виновата. Ну и шуточки у тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что делаешь? Смотри, что пишут про этот лазурит. Этот камень, оказывается, используют колдуны и вампиры. А вдруг все эти 15 лет он был у какой-то ведьмы? Просто мороз по коже от этих мыслей. Может быть, он какой-нибудь проклятый теперь? Да ну, глупости все это. Я бы не доверял на твоем месте этим статейкам. А ты не забыл ту нашу командировку? Там была очень запутанная история с кольцом. Он вызывал разные паранормальные события. Ты вспомни, какие скачки электромагнитного поля зафиксировали приборы. Можно проверить твой кулон на работе. Кстати, я заварил фруктовый чай. Будешь? Тот самый, что мы купили на море? Ага. Конечно, буду. Пошли. Парк. Парк. Представляешь, папа, я не знаю в чем секрет, но он правда отвечает на все вопросы верно. Серьезно? Да, я весь день его мучаю, спрашиваю очевидные вещи, и он еще ни разу не ошибся, только в одном вопросе. И в каком же? Да я спросила в шутку, нападет ли на меня сегодня бешеный кролик-убийца, и он ответил, что да. Это ты про Лялю что ли? Он и правда после покупки робота-пылесоса какой-то бешеный стал. Да, кстати, мне это напомнило историю про Банни Мэна. Про кого? Это городская легенда про убийцу в костюме кролика. Никогда про нее не слышала. Это произошло в Америке в 1904 году. Власти одного большого города решили закрыть психиатрическую клинику и перевезти ее в другое место, более отдаленное и спокойное. И когда всех пациентов переселили, осталась последняя группа, самых буйных. Их посадили в автобус, и водитель автобуса, столкнувшись с чем-то на дороге, потерял управление и врезался в деревья на обочине дороги. Многие пассажиры получили ранения, а некоторые сумели сбежать. Уже наутро начались поиски беглецов, которые продолжались очень долго, где-то полгода. За это время им удалось поймать всех, кроме двух самых опасных. Следы привели сотрудников полиции вглубь леса, к мосту через широкий ручей. Там обнаружили тело одного из беглецов. Его тело было привязано к перекрытиям моста. На его ноге висела записка «Вы не найдете меня, как не старайтесь» и подпись «The Bunnyman». Последнего непойманного пациента звали Дуглас Гриффин, и он был сумасшедшим убийцей. Ну вот так и появилась легенда. И с той поры люди то и дело видели какого-то странного человека в белом костюме и с маской кролика, который нападал на людей и животных. И даже в наши дни рассказывают о недавнем нападении Банни Мэна на какую-то молодую пару. Но неизвестно, кто это был, тот же человек или уже другой, ведь прошло уже более ста лет. Жуткая история. Теперь мне стало не по себе. А вдруг на меня и правда нападет Банни Мэн? Сонь, ну какой еще Банни Мэн? Папа же сказал, что это легенда. А вдруг нет? Ну мы же дома. Если придет Банни Мэн, кричи погромче, мы тебя спасем. Ну что, бешеный кролик не приходил? Да, приходил. Только увидел робот-пылесос и спрятался за диван. А, ты про Лялю? Он такой смешной. Кстати, я тоже шарик заказала, как у тебя. Ну могла бы у меня попросить. Я бы тебе свой отдала. Да ладно уже, поздно. Я оплатила. Ну и зачем он тебе? Как зачем? Играться. Денек поиграешься и будет валяться, как у меня. Кстати, пока мой не пришел. Ты можешь своему задать вопросик один? Сейчас, что ли? Ну да, это очень важный вопрос. Боюсь, не усну, пока не узнаю ответ. И что за вопрос? Нравлюсь ли я Максиму из 10-го В? А до завтра нельзя подождать? Я уже в кровати как бы. Да и шарик надо искать. Я уже не помню, куда его положила. Ну, Сонь, что, так сложно найти? Все равно ведь не спишь. Ну ладно, ладно, сейчас принесу. Он, кажется, на кухне остался. Жду. Интересно, куда он делся? Странно. И где он? Ну, значит, не судьба. КОНЕЦ Спонсоры моего канала Александр Сало Саня Ди Лайф И Дневник Кореи Спасибо за просмотр и до встречи на канале Непета